здравствуйте арсений селезнев зиробой урожай этого года конечно это не конопля приятно значит еще по моему в июле здесь практически ничего не было довольно таки ну практически практически ничего не росло может быть какая-то травинка из злаковых что-то план торчало но в основном тут ничего не было все куры уничтожали потом когда мы загородили активно начала расти лобода и это типа денежное дерево да это портулак да он цветет таким желтеньким портулак любят взрослые куры ну младшим я еще не давал также есть еще шире цели шир как его называют значит я поспрашивал тут у некоторых цыплят они щерицы не любят вот вот такое растение но куры съедают все и стебель и ствол и семена семена правда не переваривается за первый раз также семян можно добывать этот масло я перемалывал на на кофемолке ручная кофемолка такая по моему она мрия называется семена только культурного но можно брать и такой дикорастущий и потом проваривал в подсолнечном масле можно брать не подсолнечное масло а льняное она без вкуса цвета запаха или брать рафинированное подсолнечное масло что в принципе тоже она там бывает такие что без вкуса цвета запаха как типа аллей на значит лобода куры съедают стебли вот допустим от молодой стебель вот где-то так они съедают обкусывают аж бегом обклевывают поэтому лободу я сначала даю цыплятам цыплятники закидываю а затем уже ветки эти кидаю курам ну он мы сейчас подойдем посмотрим да там не просто палки а там такие как это называется штурпаки да вот это зелененькая это это наша лобода потом я когда она так подсыхает более-менее я переламываю на несколько частей но лежит я думаю что где-то к весне она ну раз размякнет превратится волокна они будут ходить топтаться по нему измельчать и в конце концов тоже съедят стебли нравится им это это тот петушок который я снимал такой взрослый да похоже уже на взрослого сколько в нем килограмм живого веса я думаю кило два будет может два с половиной так что еще хочу рассказать лобода о кстати вот артем по она посвятила на тот участок там где лобода растет видишь за кукурузой такой ряд кукурузы там чистая земля там уже убрали картошку и там за за кукурузой до увеличено это оказывается селяне специально выращивают года дают много видно как раз специально выращивать лободу для того чтобы там получается у них склон смотрит на юг из-за этого картошка если не прикрыта бурьянами то это просто песец какой-то она сваривается внутри собственном соку вареная получается поэтому селяне выращивают лободу таким образом сначала они сопают все бурьяны где-то до до июля по моему ли что а потом уже начинают вот отпускают это все и она зарастает лободой осенью приходят с бензопилой эти деревья пропиливают с бензокосой не они собирают на кучу и сжигают там или ну в общем там приходит семья все так быстро делает да да ну в общем так а хочу еще показать вот растение называется чертова ромашка такой если найдете сразу надо уничтожать листья как у конопли но в общем определить очень легко значит тут семена цепляются к к одежде и потом их тяжело вытащить почему чертова ромашка потому что у нее такой два рожка этими рожками она просто впивается и в общем у нее лицо как у семечки как у этого нехорошего дядьки как у демона какого-то так скормлю куром так что лобода если найдете лободу давайте куром у нас хоть и сухо сейчас очень сухо но видите что мы вообще зеленая полностью не пострадала совершенно даже он портулак начал сохнуть листья были крупные помнишь еще совсем недавно такие были как у денежного дерева вот куры хорошо когда в загородке они все зелень выедают что вы бросаете и так что еще хотел рассказать подробненько так за зелень это туда не будешь выпускать туда ничего ну как же они вот у нас этот топинамбур или земляная груша так они его выжрут стволы завалят подкопают ну короче там будет жесть если их туда сейчас выпустить это уже будет поздней осенью я так думаю сначала выпустим сюда а потом уже туда хочу рассказать завод такое вот расстояние здесь около 30 сантиметров до здесь значит у кур разные длины шеи кур петухов цыплят но все равно не достают вот где-то в районе 25-30 сантиметров через сетку 50 на 50 покажи и довольно успешно выедают все ну то есть тут такая же пустыня остается как и какие у них в за да в загороди корали очень далеко я думал раньше что они отгибают эту сетку но вот где допустим вот бугор тут они не могут отогнуть никак уже не могут и все равно не достают далеко или там где этот столбик там тоже далеко достаю так что значит это очень хорошая вещь для тех кто хочет природно избавляться от бурьянов допустим сады и в этих садах надо обязательно составлять промежутки между в рядах там для прополки для в общем для культивации так скажем внесение удобрений вот куры хорошо перекапывают довольно природная бы так сказал перекапывают верхний слой почвы хорошенько его удобряют они ну как же вот хрен растет орехи растут значит вот такие грецкие орехи растут хорошо там где куры находятся до куры их не валят даже молодые они листья не едят грецких орехов совершенно не наверно горьки сабрикосы могут есть груши я не знаю и сливу и объедает очень сильно вишню не очень так же может быть может могут съедать с листья с лесного ореха лещины или орешника как его еще называют и таким образом можно выращивать саду это мне напомнило напомнило мне тот же вариант в Китае да и в Японии тоже там где рис выращивают выращивают и уток когда рис залит водой первая его стадия роста то утки плавают выедают всяких там нехороших паразитов и таким образом они взбивают взмучивают ил ну и плюс еще туда какают в принципе там немного уток они довольно хорошо обрабатывают крупные поля это написано в советской литературе 60-х годов только рыба на рисовых полях рыба плавала в принципе можно да рыбу но я в смысле применения кур куром можно поставить домик на колесах этот домик перекатывать допустим междурядье загородить вот такой сеткой 50 на 50 чтобы они сильно не разбегались домик расстояние приблизительно куры уходят где-то в районе максимум 300 метров так что это можно делать участок не больше 300 метров в длину ну если больше то уже надо отгораживать и делать на две семьи или на две стаи две стада два стада и так потом можно будет перемещать это довольно экономически выгодно выращивать цыплят допустим собирать из старших кур яйца значит петушков на мясо или на расплод там уже сами смотрите как плюс довольно хорошее удобрение они поедают тоже много всяких насекомых которые там попадаются то есть не надо применять не гербициды не копать не культивировать тракторами это экономия довольно хорошая и плюс это плюс еще какой-то бонус получается вот такие вот у меня мысли насчет использования кур бурьянов вот под паром когда стоит и прочего прочих растений с вами был Арсений Селезнел-Зировой используйте кур в качестве удаления бурьяна или как где-то с участка собирать и бросать им или отгораживать там где они полностью чистят потом переносить в другое место они тоже они будут валить эти все кустарник весь этот из лободы делать пустоши да делать такие вот пустоши и удобрять удобрять и еще раз удобрять подписывайтесь на канал смотрите обновления пока